в показателях общей и беспрогрессивной выживаемости. Это получается конкурент Ригарафенибу, битва двух титанов у нас будет в следующем году. И кто выиграет, мы посмотрим в реальной клинической практике, а в реальном клиническом исследовании сравнение этих двух препаратов оказалось, что эти препараты абсолютно идентичны по показателям общей выживаемости. Единственное, что в подгрупповом анализе оказалось, что трифлоридин-типироцил более эффективен у пациентов старшей возрастной группы более 65 лет. Видимо, в силу меньшей токсичности этого препарата. Что нового? На сегодняшний момент мы не ограничиваемся мутациями Керас, НРАС и Бераф. У нас уже достаточно большая палитра для воздействия. И у нас появляются новые мишени Керас, Хер-2, Бераф, НТРК, МГМТ и МСА. Мы ждем, сейчас проводятся исследования достаточно большие по прямому ингибитору Керас мутации, ждем их результатов. Надеюсь, такой препарат появится. Когда пациенты становятся рефрактерными к анти-ИДЖФР, надо не забывать, что эти опухоли при отсутствии всех мутаций в 36% случаев экспрессируют Хер-2. И тогда у нас может появиться возможность назначения новых таргетных препаратов в соответствии с мишенью. И было три таких успешных исследования. Это их было больше на самом деле, но это более успешные. Это Хераклс, это исследование, в котором проводилось сравнение комбинации тростозумаб и лопотениб. Майпасвей, это тростозумаб и пертузумаб. И Монтонир стадия тростозумаб с токотенибом. Все эти исследования успешны. Они показали, что эти схемы достаточно эффективны с высокой частотой объективных ответов. Однако в рекомендациях НССН мы имеем комбинацию в рекомендации тростозумаб плюс пертузумаб или лопотениб у Хер-2 положительных опухолях и раз в диком типе. К сожалению, данных рекомендаций в российских рекомендациях в Ассоциации онкологов России на сегодняшний момент нет и в русском. Бираф-мутация. Во второй последующих линиях возможно использование бираф-ингибиторов. Достаточно целый ряд исследований было проведено с бираф-ингибиторами с достаточно хорошей частотой объективных ответов. В рекомендациях НССН у нас уже три комбинации. Ринатекан, виморофенип, антиэ-GFR, доброфенип, приметинип, антиэ-GFR, энкорофенип, биметинип, антиэ-GFR. В русской есть рекомендации ринатекан, стоксимаб и виморофенип, пока без мега-ингибиторов. В Ассоциации онкологов к России, к сожалению, такой группы пациентов не указаны. Но в предыдущем, может быть, в следующем году будет. И исследование биокон, которое было продемонстрировано на Европейской ассоциации онкологов, было показано, что комбинация бираф-ингибиторов с антиэ-GFR препаратами и бираф-ингибиторов с мег-ингибиторами и антиэ-GFR препаратами имеют преимущество по сравнению со схемой, не содержащей бираф-ингибиторы. Иммунотерапия – это достаточно небольшая когорта пациентов, но мы их встречаем с нарушением репарации неспаренных нуклеотидов или MSI-хай пациенты. Хочу отметить, что иммуногистохимические методы, молекулярно-генетические, они идентичны, и мы можем смотреть не только микростелитную нестабильность с помощью ПЦР, но и иммуногистохимически можем исследовать мисс-мач-РП. Возможности иммунотерапии – это монотерапия неволумабом или пембролизумабом, и в этой ситуации мы можем получать частоту объективного ответа около 30%. Посмотрите, 70% выживаемость 12-месячная у 70% пациентов, в то время как до появления иммунотерапии 50% пациентов жили меньше года, 10 месяцев. Что касается комбинации, это достаточно большой бум, мы уже при всех опухолях слышали эту комбинацию об ее эффективности. Колоректальный рак – не исключение, комбинация неволумаба с эпилемумабом, и в исследовании была и первая, и последующая линия, мы можем получить частоту объективного ответа у 60% пациентов, а 12-месячная выживаемость – 85% пациентов, то есть практически все большинство пациентов живут больше года. И что касается беспрогрессивной выживаемости и общей выживаемости, очень важно отметить, что в исследовании ЧЕКМЕИ-122 на сегодняшний момент медиана не достигнута. То есть мы на сегодняшний момент говорим, что эти пациенты уже живут больше двух лет. Это огромные показатели, почти в 2,5 раза больше, чем выживаемость до иммунотерапии. И чем лучше отвечают пациенты на иммунотерапию, тем дольше они живут. Это, в принципе, уже показывали при других локализациях. НТРК – это новая мишень, перестройка генов нейротрофной рецепторной тиразинкиназы, которая для колоректального рака встречается в меньше 5% случаев, но такая мишень есть. И уже, в принципе, есть два препарата – ларотректиниб и энтректиниб, которые, возможно, энтректиниб будет в следующем году в расширенном доступе. Очень интересно, что при наличии этих мутаций у пациентов тяжело предлеченных частоту объективного ответа получают от 60% практически до 80% случаев, то есть, возможно, препарат войдет в нашу практику. Еще одна мишень, последняя – это МГМТ, терапия темозоламидом, которую мы привыкли лечить, глиобластомы. Исследование КАПТЕН представлено на ЭСМА. Это стандартная химиотерапия в фулфире по сравнению с капицитабином и темозоламидом. У пациентов при наличии расмутации во второй линии оказалось, что, в принципе, эта схема, она поравноценно эффективна в фулфире, но с определенным более низким спектром токсичности и может иметь место у пациентов метастатическим колоректальным раком. Но, опять же, это не рекомендация, это пока клинические исследования. Какие перспективные исследования на сегодняшний момент идут второй фазы? В первой линии наибольшая надежда возлагает на комбинацию фулфокс с отуксимабом и авиломабом. Это пациенты не только с микросателитной нестабильностью, это общая группа пациентов. Уже увидели частоту объективного ответа у 43 пациентов 80%. И во второй линии сейчас очень много говорят о комбинации риграфениба в маленьких дозах 80 мг в качестве иммуномодулирующего действия с неволумабом. Здесь уже получено в группе 25 человек объективный ответ 33%. Ну и последнее голосование. Какой вариант терапии вы выберете у пациента с раздиким типом раком сигмовидной кишки при условии отсутствия резистентности к ранее проводимой терапии первой линии анти-GFR, симптоматическую терапию, повторное применение анти-GFR плюс-минус химиотерапия, риграфениб или будем искать новую мишень для воздействия с назначением новых препаратов. Пожалуйста, голосуем. Я прокомментирую, что, наверное, здесь нет неправильных ответов, потому что, в принципе, все зависит от состояния пациента. Возможно, применение анти-GFR препаратов, особенно если были эффективны две линии терапии, более длительно эффективно. Все-таки, что касается риграфениба, там речь идет о том, что его преимущество на значение у пациентов, у которых две линии было неэффективно, то есть в первую очередь. Ну и, соответственно, новые мишени, конечно, мы сами будем искать, потому что мы имеем достаточно эффективную схему на сегодняшний момент. Благодарю за внимание.